Добрый день! Здравствуйте! У вас такая книга в доме есть? У меня старая-старая такая книга есть. А вы её считали? Смотрите, вот. Конечно, читали. А вы знаете, что в этой неделе, в конце, будет Пасха Христова? Да, 28-го, да, мы знаем, конечно. Знаете. Только во время разговора, чтобы не ругались никак, я попрошу. У вас какие вопросы о душе, о вечности или по жизни есть или нет? В чём смысл жизни? Смысл жизни очень короткий. В одном предложении. Найти Бога, примириться с Ним и в вечности оказаться со Христом. А для этого надо на земле заповедью исполнять. Человек живёт здесь в гостях, а там вечером, после смерти. Там новая жизнь начинается. Новая, бессмертная. А? Ну, как это вот понимать? Если я вижу там Бога, разговариваю с Ним, то меня сразу в дурку начинают прятать. Ну, ещё побудешь и выйдешь. Зато с человеком будешь. Да, ну, я так понимаю. Сколько людей, которых считали безумными. Апостол Павел говорит, мы проповедуем. Для еленов мудрости ищут, а иудеи ищут, а мы проповедуем Христа распятого. Для мира это юродство. Мир не принимает. А дружба с миром, вот что в миру есть, там люди любят. Вот здесь находятся бурлетки, там это гоняются за вонючкой. Эти люди пропащие перед Богом. Они теряют всё. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. Да. Да. Мы свидетельствуем о Боге, что Бог живой и отвечает живым людям на живые молитвы. Ну, говорят, что, да, я вот проповедую, когда, я им говорю, мы пришли сюда для чего, в эту рулетку, где такой разврат и всякая пакость. Чтобы Господь послал добрых проповедников для язычников, христиан, мусульман и буддистов. Чтобы все услышали о любви Божией, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына, своего единородного Иисуса Христа, на казнь. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. В этом всё. Тогда у тебя цель есть, тебя никто не сможет под ноготь взять. Как под ноготь взять? А вот свидетели Яговы вот эти есть, ты как? Это еретики. Еретики? Еретики. Они Библию отвергли, написали свою книгу и назвали её «Новый всемирный перевод». В России они сейчас, как экстремистская секта, запрещены. У них все залы изъяли, но я православный. Но я не согласен с этим. Они хорошие граждане, хорошие семьи у них, они работники хорошие. Государство-то не теократическое. За что их так преследуют? Ну, они написали, там, Путин будут ещё разбирать. А уже всё у них отняли. И где они собираются, их арестовывают и сажают. Это совершенно неправильно. А они никого не бьют. Да, они не принимают переливания крови. Да, когда они сами себе выбор сделали? Ну да, я работал с одним парнем, у него родители. И он с детства, получается. Да? Он это... Он... Это... Ну что, он вредный? Он курит, пьёт? Не, он не курит, не пьёт. Но работает он плохо работает. Ну, это ж такое, я знаю их сколько знают. Не, он слишком-слишком старается чересчур. Вот, электрику делает, да? Розетку поставил он, отошёл, посмотрел. Раз, ещё её переставил. Ну, и денег не зарабатывает, и медленно работает. А почему она её переставляет? Надо узнать. Брать не врет. Вот, и нельзя. Брать не врет. Я вот сидел, за слово Божие, и у нас в лагере было два, их три было, двое. Они в швейном цехе мастерами были. Хорошие ребята. Они мне очень завидовали. Меня КГБ вело, и мне разрешено было Библию иметь, а им не разрешали. Дескать, вам разрешают, а мы не можем. Они в армию не шли. Им три года давали, они сидели, выходили. Ну, нормально. И ни один не погиб. А у русских 14 700 человек в Афганистане погибло. Почти 70 тысяч коллег. А они все живые. А я, наверное, там и не были. Где не были? В Афганистане. Ну, они зачем пойдут туда? Когда они сказали, мы оружие не берём. Они мирные люди. Их называли в Германии бибельфоршеры. И они говорили, надо верить в Бога, а не воевать. И Гитлер брал и сажал. И вот сколько было там цыган, евреев и свидетелей Иеговы. Самое малое число погибших было среди них. Ну, их не так много, потому что было. Ну, 3 миллиона, это уже большая цифра. А откуда такие цифры? Ну, статистика, может, и неправильная. Но дело в том, что их много. Они активные. Они из-за двора во двор идут, брошюрки раздают. Говорят все, Иегова, Иегова там где-то. Надо посмотреть, какие они. Сами они не берут, ничего не считают. А другим наберывают. Это неправильно. Они, если дали мне, я считаю, а я им даю, он не считает. То есть они фактически очень слабые в вере своей. Упертые, да. И слишком гордые тогда, получается. А горды нет, грех. Да, грех. Это грех смертный, сатанинский грех. Они не церковь, вот что плохо. У нас епископы, священники, патриарх. А у них никого нет. Самозванцы, так сказать. Но я говорю, как по государственным нормам они ничего не нарушают. Они работают. Ну, там, не знаю, как. Вот именно руководство ихнее, вот как все это делают там. Тоже столько-нибудь там, эти вот, квартиры, заводы, все это продают. Куда эти деньги все идут? Что это там, как это все это вот? Ну, про них нам не надо уже, мы все рассказали. Так. Да, бог с ними. Вот мы православные даем большой соблазн людям, что выпивают и курят, и воруют, и матерятся православные. Вот это нам позор против них-то. А они этого ничего не делают. У нас православные все считаются. И президент православный, и премьер-министр православный. Ну, у нас, да, православные. Не, ну, они, мне кажется, вообще ничего не делают. Никак не участвуют в жизни. Ну, как не участвуют? Они ухаживают, врачами много из них работают. Они трудолюбивые люди. Так что надо смотреть по государственному. Вот у меня брат служил в армии, это сейчас советское время. И у них был адвентист с седьмого дня. Они субботу исполняют. И вон суббота, он говорит, я не могу работать, по нашей вере нельзя. А его сажают на пять дней. Он на уптусе сидит. Выходит в четверг. Его опять в пятницу, в пятницу выходит. А в субботу он на работу не идет. Я пять сажают. И он просидел всю службу. Тогда три года было. А государство-то какой бы пример-то он дает людям. Как он хорошо работает, специальности у него. Ну, глупо же все это. Он говорит, я в воскресенье две смены отработаю это. А его сажают. Ну, так вот. Ну, это неправильно. А вот неправедливость тому. Ну, а вот в армии-то сейчас служить альтернативная основа можно. Тебе вместо двух-три года будет. И где-то ухаживают за больными. Государство-то люди это нужны. Все равно копать окопы где-то. Это он может делать. И он будет делать. Но заряжающим, корректировщиком он не будет. Я вот фильм недавно смотрел. По соображению совести. Да, да, да. Он не пошел в армию. А там сколько спас он? Да, вот. Сколько спас, да. Хороший фильм. Хороший фильм. Это они поставили такой. Он тоже. Адвенти седьмого дня. Он говорит, я винтовку не возьму. Они еретики для нас. Еретики, сектанты. Но мы должны здравомыслить. Рассказать им. Вот у нас одна пришла. Она работала в МВД. Врачом. Адвенти седьмого дня. Пришла. И с ней дочка маленькая. Она выросла. Сейчас замуж вышла. С красным дипломом дочка закончила. Медицинский университет. Она православная. Видишь как? Надо работать с ними. Они просто... Вот, бать, смотри. Вот как вот это вот... Да, вот сейчас вот много у нас буддистов становится. Кришна. Как бы были православные. Они вроде как бы и православные остались. Здесь и Кришне, и Иисус молятся. А Кришна что означает, знаете? Как переводится? Черный. Это демон. Демон черный. Это поклонение бесам. А их сейчас много очень. В России. Сказать можно и отойди от него. Он и выбрал себе путь в ад. А ты православный. Держись в церкви. Строго придерживайся всего, что Господь установил. Их можно только пожалеть. Они еретики, не православные. Их церковь Бог основал в первом веке. А не в восемнадцатом. Уильям Миллер их образовал. А Елену Уайт подхватила и повела дальше. В 1841 году предсказали пришествие Христа. Не получилось. Вадик, давай. Вадик, всего доброго тебе. Всего хорошего. С Богом. Если вам нужно будет по скайпу найти меня. Побеседовать. Называется Игнатий Лапкин. Я с этой фамилией один. А вы если зарядите сейчас в Ютубе. В Освете Библии канал. В Освете Библии. Игнатий Лапкин. Вы найдете у нас там 14 850 роликов. Мы деревню православную с нуля строим. У меня брат священник. А ты сам откуда? Алтайский край, Барнаул. Не откуда, а где. Я тут. С какого? С какого? Ну? Вот буддистов у вас там много же, да, в Алтае? Нет, у нас нет. Это дальше в Бурятии, где там. Да, там дальше они. А у нас не так много. Они не поймешь, там горный Алтай. А тут-то все русские. Но у нас в Барнауле хорошая межрелигиозная обстановка. Никаких конфликтов нету. Мы... Также, вот Саратова. У нас очень многонациональная вообще область. Всех у нас тут... Не знаю как. У нас и с мусульманами совсем хорошая обстановка. Мы когда ездили, а Господь позволил мне написать 38 томов книг, я решил их подарить библиотеке мира. И мы проехали из Барнаула до Лоди Востока. В каждом городе, в районном центре я дарил полный комплект. А он стоит один комплект, 3750 евро. Потом дошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Турцию с той стороны и север. 650 городов посетили. Сделали подарок на 35 миллионов. В каждой библиотеке. И там были мусульмане. О, у нас другая книга, не Библия. Я говорю, какая? Может вот эта? А они смотрят, считают, что написано. И из 150 мусульман ни один не мог прочитать. Я говорю, вы такие же неграмотные, как наши православные. И мы ночевали в доме у муллы. Мулла это у них как священник. Муллы ночевали. Мещать ходили. В одном городе там заходить, и так стрелка по стене. Комната для намаза, для молитвы. Мы попросили директора. Нам открыли, мы разулись. И там все, помолились и засняли. Просили мира Дагестану. Мы прошли шесть мусульманских республик и Турцию. И нас в мусульмане, в Чечне два раза были, нигде не обидели. Они любят, когда люди молятся. Там, если мы молимся, около дороги, они в обиду нас не дадут уже. Это я точно знаю. Проповедуете, да, Ваше? Да, о Христе говорим, что Христос умер за нас. Ждет примирения с Ним через жертву Иисуса Христа. Чтоб жили по заповедям. Тогда по-другому все будет. Ваше, ну вот, смотри. Если Христос за нас умер, этот твор распяли, да? То есть, на кресте, да? И почему надо носить крестик с умершим? Умершим? Да, ну, как бы он распятый, пострадал. Так он же воскрес из мертвых, он живой. Он распятый, на кресте-то он распятый. Ну, этот момент берется и показывает распятый. То на кресте-то еще и живой был, когда умер. Мы же понимаем, это символ. Можешь ты не носить, но тебе же что-то напоминает. Если в дальней командировке ты берешь фотографию ребятишек, своей жены, а это напоминание Господи, чтобы, как ограждение, не просто так, воспоминание, но это ограждение. На храме крест. Советский Союз был, и на скорой помощи крест. Зачем? И крест-то это не Кармарс умер, а Христос. Вот если вы себя считаете верующим или нет? Ну, я не знаю, я материалист, я атеист, наверное, больше. Ну, крещеный я в цепи. А материалист что это означает? Ну, мне надо увидеть все, пощупать это. А пощупать? А если не видел, не щупал, то не веришь? Да, нет. Так не забудьте, вы это так и сказали. Скажите, вы Пушкина видели хоть раз, обнимались с ним? Нет. А почему верите, чтобы был? Ну, он написал столько. Он написал, а Библию-то что? Библию-то писали 40 человек, как вы их можете отрицать? Пушкина сокращают, убирают, а здесь ни одной буквы не потерялось за 3600 лет. Вы сами подумайте, какое... Пушкин-то писал о прекрасном, а там, ну, я не знаю, о том, что видел. А там пишется о том, то, что я не могу увидеть. А о чем он пишет? Они много писали, чего нельзя увидеть. Он пишет, Евгений Онегин, никакого Ларина не было, Евгения этого не было. А мы верим? Ну, это вымысел, это рассказ, это вымысел. Опять, все, другая отговорка. А вы верите, что Юлий Цезарь был? Ну, нет, я не знаю. Не знаешь? Ну, наверное, верю. А Бонапарт-Наполеон, хорошо. Бонапарт-Наполеон был, нет? Ну, был. А как вы узнали? Преподавали. Вы книги не считали никакие? Преподавали. Это ответ хороший. А вот преподавали, слово Божие называлось, закон Божий. А сейчас не преподают. Перестали преподавать, и все исчезло. А вы смотрели кино? Кино Булгакова, Михаила Афанасьевича, называется «Мастер и Маргарита». Вы помните, на Патриарших прудах, когда сидят, Валант и говорит Берлиозу о временной жизни. Он говорит, ну, тут, конечно, человек умирает. Он говорит, не умирает, а внезапно умирает. Внезапно. Он говорит, ну, это доказать надо. Не надо доказывать. Я был, когда распинали его. Он дьявол сидит рядом-то с ним. А он его не знает. Ну, его это Басилашвили играет. Играет вообще шикарно. Вот. Во всем мире, заметьте, давайте так. Два миллиарда мусульман каждый день молятся и благодарят Аллаха Всевышнего. Два миллиарда... Это с детства внушают, как бы... Нет. Нет. Не с детства. Не говорят, что Аллах есть, что вот с детства. Не с детства. А вот если бы у нас бы с детства вот это прививали любовь к Богу, мне кажется, я бы тоже верил бы в это. У меня в 23 года пришел. 23 года после армии. Евангелие мне впервые дали. Хотя я знал, что Бог есть. И Бог изменил мгновенно мою жизнь. Говорит, какое-то горе было. Какое горе, когда я спортсмен, работаю на корабле, вот-вот выйду за границу, добиваясь разрешения сдать три курса за год. На английском, немецком или французском. Передо мной широкая дверь открыта. И в это время я чувствовал, что во мне тоска не хватает. И вдруг Евангелие. Я стал считать. И в первый же день я уверовал. Уверовал и всем стал говорить. И за плечами и пять тюрем, и 26 лет мучений. И как будто ничего не было. А мне вот через два месяца уже... Это, ну, знаете, я сам тоже там бывал. И там многие приходят именно там, к Богу. Где там? Ну, в заключении. А я как раз на заключении. Я отбывал за слово Божие. Это я же не преступник. Я проповедовал, говорил. И меня за это взяли. А кроме того, что издавал книги, 38 томов, я еще издал архипелаг ГУЛАГ. Первый в стране. И брал интервью репрессированных. Меня же посадили. Это не просто уверовал. Я там уже верующий был. У меня следователь обратился, стал верующий. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Один исследователь КГБ сделал со священником. Вот что есть, можно вспомнить. Вы зайдите на наш YouTube. Называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. «Восвете Библии». Напишите себе. Это огромный, огромный ресурс. 14 850 роликов. Сейчас посмотрим, что-нибудь. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Четыре слова. А вот если зарядите через Google, «Восвете Библии» сайт. Уже не YouTube, а сайт. Это наш сайт. Там книги мои все. Как веду я занятия в пяти университетах сразу. Третья программу регулярно вел. Во всех отделах милиции. Это Бог делает. «Восвете Библии». «Восвете Библии». «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. «Зарядите». «Вы прям сейчас же откроете. Только не отходите, не выключайтесь». сейчас ведет вышел это сейчас лапкин игнати лапкин вы сейчас увидите какая красота там мы строим с нуля православную деревню где человек должен доказать что не лжет не пьет не курит не матерится не ворует и тогда будем с ним разговаривать одна единственная деревня на всю россию такая сами дороги восстанавливаем пруды все своими руками храм построили школа государственная государства не рубля не вложила за двадцать семь лет вот вышло тут канал во свете библии да открытым оком да сколько там поселить сколько там подписчиков сколько не у меня только как-то видео видео а вы на канал войдите во свете святой библии лжи миссионер игнатий лапкин да вы зашли на на клеветников вы не на канал попали то канал запишите канал игнатий лапкин а это клеветники на меня 220 роликов в интернете стоит которые там не согласны канал 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 во свете библии во свете библии гнатий лапкин а это клеветники которые ответить не могут они там лепят что попало Ну как? Ну что-то у меня все то же самое Нет, не то же самое Канал Игнатий Лапкин Во свете Библии Она на канал и выведет вас Открытым окон, да? Да Там строения такие монастырские Сейчас посмотрим Это Ютуб меня выложило сразу О как! Не любят А там все по плейлистам Где что Я был начальник детского лагеря Детского, 45 лет Тысячи детей подняли Наш лагерь, я его сам основал По милости Божией Вот мне что-то открыло Это слово Игнатия Лапкина На собрании В общине с Шахматовым Алексеем Во-во-во-во-во Уже вы попали, все Молитва Игнатия Лапкина и Алексея А Шахматов кто это такой? Ну это такой журналист Из Москвы, он тут был, приезжал Очень активный такой И специальная командировка у него была Вот три дня назад Из Москвы Прилетел, чтобы у меня интервью взять И сразу улетел Интервью взять И такие деньги тратят Я говорю, как же это так? Ничего нет больше Сразу на студию меня потащили И все тут посмотрел И сразу улетел обратно И мы это все засняли Вам это было бы очень интересно Очень даже Вот вы если найдете Я в университетах Пяти одновременно преподавал Студентам В этом сайте Я отвечаю там на 4124 вопроса Это политика, экономика, социология, работа Мусульманство Папка Папка Ты ткни в нее Там идут вопросы И материалы Из моих книг Каждый вопрос Прочитал ткни И откроется программа Что именно говорено Море информации Там есть Начитанный мной даже Архипелаг ГУЛАГ А вы вот слышали про Тарсунова? Про кого? Тарсунова Я, ну, может, не Сартунов Не знаю такого Тарсунов Картунов Нет, не сходится Т, Т, Т Тарсунов Нет, не ходит Тартунов Не знаю А кто это? Не знаю Он тоже это Посмотрите Видите в интернете Да нет Что? Кто он такой-то? Про Веру Про Веру говорит Про вот там Он немного это там Чакры, макры Вот это вот Э Если он еретик Он без бороды И далеко Без бороды Иконы все Иконы у православных-то И Христос с бородой Апостолы Пророки Вы даже посмотрите На вождя атеизма Какой Фридрих Энгельс Какой Карл Маркс Даже у Ленина И то бородка Клинышкам Надо отращивать Значит Мне тоже Нашли Нашли? Нет Все Да Вот А теперь там Вы будете открывать Теперь только в сайт Зайдите еще Сайт В открытым окном Восстание Библии Сайт Только надо из Ютуба выйти Через Гугл Или Яндекс Ну это вот он уже Вам будет интересно Это очень Чтобы Давай Сейчас посмотрим Давай Давай Если у вас Желание будет в Скайпе Вы зайдите Игнатий Лапкин Вы на меня сразу выйдете С Богом Я понял